кишат муравьи короче говоря красные самые злобные муравьи тут их целая куча это то что будет если приподнять немножко забор который полежал какое-то время на даче под ним будут такие бледные страшные трупные растения и множество множество муравьев они решили что это прекрасное место для жизни потому что тут их не мочит дождик короче говоря надо надо их залить чем-то есть чем спасибо очень такое вот дело воскресенье на даче я тут хотела по дороге сорвать последних цветочков свить свить сплести венок вот последние такие ромашечки но как-то не получилось и венок такой получился очень-очень короткий вот потому что я шла шла я помню что тут по дороге была такая такой целый лук из ромашек и полевых цветов я думаю о я там вот норву сейчас этих ромашечек норву других полевых цветов и сплету венок себе из них а получилось совсем не так вот потому что этот лук кто-то выписал и выписал оттуда все цветочки и вот собственно это последнее что осталось это вот такой вот веночек небольшой я его скрепила куском такого камыша рогоза короче не такое все таки я в нем сходку такой вот небольшой меня венок я сегодня в такой новой рубашке с алиэкспресс в новых кроссовках от вал berries вот я в общем и купила причем они такие классные они аж не знаю заметно или нет они во-первых летние потому что обычно сейчас короче модно же кроссовках ходить и мой кроссовки это и модно и удобно но летом мне в них все время вот в нормальных таких кроссовках кожаных мне было всегда жарковато и я не понимал как летом ходят в кроссовках но вот эти вот кроссовки они с дырками они честно скажу они из кожи заома не естественно не кожные они стоят стоили дешево очень и они короче говоря зато они с дырками то есть которые осуществляют вентиляцию и ноги в них не потери то что у меня все время были проблемы как бы я не любила носить кроссовки даже если они цивильные даже если они кожаные все равно летом в них жарковато то есть они как-то на демисезон скорее подходили чем на лето но вот эти вот кроссовки так как тут с обеих сторон с одной стороны короче говоря и с другой стороны тут дырки кто в них прикольно короче плюс они такие вот как бы на солнце они поблескивают и тут как отделаны кружевом то есть они не выглядят совсем уж как спортивные а выглядит довольно женственно в общем классные кроссовки и тоже у меня такая кофта с такими рукавами короче плетеными плетеными из такого из кружева такого как вот раньше салфетки плели кофта стали экспресса заказывала размер xxl и она пришла действительно большого размера чем самое прикольное что на алиэкспресс это кофта продался там называлось платье и там девочка которая новую китаянка который в этой кофте снималась все за просто дизайн поставлены она покажусь вам чтобы меня видели в общем а вот такая вот не знаю как получилось но в общем вот вот так вот вот такая вот кофта и она называлась платье но для китаянок которые маленького роста это действительно я проверяю снимает или нет это действительно короче можно сказать можно назвать платьем дядя русан все он так любит пилить вот ему вообще главное пилить это для него основное чтобы была возможность пилить в общем для китаянок это называлось платье но для меня это кофта она у меня заканчивается где-то чуть пониже задница и она конечно такая классная первых у нее такой материал который ну практически не мнется и даже если он помялся даже там лежала мятая в пакете и помялась все-таки то буквально за считанные минуты это можно все отпарить также она очень клево легко стирается вот если там что-то случайно капнул то буквально водой немножко потёр и это все короче отмылось вот в общем кофта это мне очень нравится плюс к ней у меня такие серьги которые я уже давно носила серьги кисточки и они так щекочут шею что конечно приятно и классно сегодня такой классный день и сегодня очень солнечно очень тепло сегодня воскресенье 10 сентября мы уже собираемся домой ехать на даче тут вот лежит вот этот забор под которым развелись муравьи и я очень очень радуюсь почему потому что как вы видели по моим последним видосиком за мной на улице увязался котенок он какое-то время жил у меня дома и за это время он причинил мне кучу неприятностей потому что он был не приучен к лотку и он писал каков где он где хотел и загадил мне кровать вот а в пятницу вообще был трэш из-за того что я все время ночью короче первую ночь когда он спал он спал вместе со мной на кровати и он видимо потому что он был на улице и он как-то посмотрите как блестит на солнце и он видимо на улице очень плохо питался то есть пил наверное воду излужную то что у него не было никаких других возможностей вот и он короче говоря видимо по этой причине он ну короче понос был и он насрал на кровать а я обычно все время к ложусь спать я очки свои кладу рядом со своей подушкой чтобы утром сразу их надеть для тех кто не знает у меня очень плохое зрение и не все можно лишить лазером лазерная хирургия это все-таки хирургия это дорого и не везде есть нормальные как бы врачи то есть я не рискую себе как-то делать операцию по восстановлению зрения потому что я работаю на коза компом и как бы рисковать не хочу во первых во вторых лишних денег у меня нет даже если у меня будет там 100 тысяч я лучше на себе комп ну куплю хорошие там курсы какие-нибудь закончу по повышению квалификации чем я буду делать вот эту операцию который еще неизвестно как она потом скажется может там первое время будет лучше потом хуже очень плохо и очки снимаю только на ночь и кладу их рядом с подушкой чтобы как только то что я без них не вижу нифига и как только я просыпаюсь я стараюсь эти очки найти сразу надеть и вот среди ночи первая ночь с котенком я просыпаюсь ночью от жуткого запаха говна и понимаю что кот насрал и насрал им прямо на кровать и в общем я короче первым вот привычным жестом провожу так вот по кровати чтобы найти очки свои и одеть их вот я сначала девочки потом я уже включаю свет даже пока я не одену очки бесполезно бесполезно включать свет очень провожу по кровати и рукой я вляпываюсь прям вот во что-то жить в это вот такой вот полу жидкую субстанцию но вы меня поняли короче я вот провожу вот так вот по кровати рукой вляпываюсь в говно и вот так вот его размазываю по всей простыне и тут я понимаю что блин все я в говне и я уже подрываюсь несусь в ванну без очков там кое-как отмываюсь уже возвращаюсь беру очки свои надеваю вижу что мало того что котенок насрал по кровати на кровать я это еще и размазал в общем естественно это все беру там все это постельное белье собираю все это будет пакет одеяло выбрасываю нафиг остальное все в стирку в общем это жесть просто было и вот всю неделю а он с понедельника а сегодня воскресенье вот котенок беда курил периодически где-то гадил из-за этого я не высыпалась на работе косячила в общем в пятницу утром мне уже все высказали на работе что они обо мне думают что я там нифига не успеваю что я один заказ там делают целый день и из типографии мне прислали отзыв что это мне правильно сверстала файлы все неверное при тираже был бы косяк но они все переделали очень короче говоря я со своей работой не справилась на меня там наругались в пятницу и в общем какое-то расстройство одно получается на меня такое чувство что скоро я опять буду новую работу искать себе потому что мало того что приумно прилавку надо ездить в домодедово видно и ну там одна типография домодедово другая видно так я еще и в принципе не справляюсь со своей работой ночи мне нравится руководство они хотели бы там все было по-другому но но сегодня утром наконец-то я разместила на авито объявление о том что я отдам котеночку в добрые руки и сегодня эти добрые руки нашлись то есть короче мне днем еще вчера короче вечером позвонил мужчина и сказал что хотел бы котеночка взять а котеночек он такой ну я вам показывала окраски такой как сиански только лохматый и я почитала что такие породы похожие больше всего это невская маскарадная ну несколько макарадная похоже что у него как будто маска такая на морде и даже священная бирма короче и у него вот у этого котенка у него глаза были прям вот как у блогера антона с вот такой блогер из норвегии на него подписано он любит очень косметику кукол и у него такие прям вот нереальные ярко-ярко-голубые прям глаза такого цвета июньского неба у него глаза я сначала даже думала что она не может быть таких глаз это наверное линзы а потом нет он сказал показал что это действительно это его естественный природный цвет глаз то есть прям такой яркий небесно голубой и вот у этого котеночка которого взяли у него тоже были глазки вот именно цвета как у антона с то есть такого прям небесно голубого я постараюсь в это видео вставить наверное фотографию ну или потом вечером покажу на фотографии это не видно вот потому что я его фотографировала уже вечером со вспышкой он постоянно бегло постоянно отворачивался и именно вот этот цвет глаз а ярко-ярко-голубой вот мой фотоаппарат старенький он как-то не передает он такой какой-то у нее бледный очень получается если со вспышкой то получается как-то бледно плюс у него у кота в глазах вспышка отражается и и глаза становятся уже не голубые, а красные, с красным отблеском. А если без вспышки, то всё получается тёмное, и глаза тоже кажутся тёмные. Тем более при плохом освещении у кошек зрачки сильно расширяются, и глаза прям такие страшные становятся, такие прям чёрные. Вот у этого котёнка, естественно, тоже. И я сначала первый день думала, что он вообще слепой, потому что у него так сильно гноились глаза, что еле открывались. И только после того, как я прокапывала капельки, он стал только через пару дней, действительно, глаза более-менее он открыл, но у него всё равно один глаз красный гноится. И стал, короче говоря, он там бегать за игрушками, то есть стало понятно, что он уже видит. Потому что первый день он вообще не видел практически ничего, реагировал на звук. И прям боялся первый день от меня отходить, потому что боялся опять потеряться, видимо. Ну, в общем, я очень рада. Вчера позвонил взрослый мужчина и сказал, что хотел бы этого котика взять к себе на дачу, ну, тёща у него живёт на даче, чтобы котик жил на даче. И я очень обрадовалась. И сегодня утром приехала, где вот эта целая семья, это муж и жена, плюс у них двое детей такие подростки, уже такие понятливые, соображающие, не маленькие дети. Потому что если ребёнок маленький, он не понимает, как надо обращаться с животным, то он может, да, случайно котёнка там замучить, что-то ему там вывернуть, потому что, ну, ребёнок маленький не понимает. Поэтому если у вас маленькие дети, вот совсем маленькие дети дошкольного возраста, животных лучше не заводить. Особенно маленьких животных, типа там котят, каких-то щенят, потому что маленькие дети не понимают и могут случайно там, играя, замучить просто животное. Вот. Ну, а если дети уже там такие постарше, смышлёные, то, конечно, животное это плюс, потому что учат ответственности, учат заботе как-то о ближнем. Вот. То есть это хорошо. Я, когда была маленькая, у вас очень много, ну, у меня вот с детства было очень много животных, но я, когда была маленькая, были цыплята ещё у нас, у нас был частный дом и цыплята. И я не понимала, короче говоря, что вот там больно. Я вот даже помню, одного цыплёнка я просто замучила, потому что я не понимала, что ему больно, вот, что его там нельзя вот так вот трогать. И вот как-то родители не уследили, я помню, я его замучила, так что он даже сдох. Ну, вот. И до сих пор мне это стыдно, потому что дети, вот маленькие дети, они бывают очень жестокие то есть за ними конечно надо следить и маленьких животных лучше им не даваться поиграть потому что они могут с ними плохо обращаться лучше животных заводить уже детям постарше у которых уже есть как-то понимание такие вот дела ну конечно к я постарше было мне там тоже были крысы хомяки тоже они часто дохли это был стресс это был рев это был и были слезы конечно нужно было у меня черепаха но черепаха это неинтересно очень животное очень короче надо подбирать вот специально каких-то животных для детей и следить конечно за ними маленьким совсем детям лучше животных не давать в общем у этой семьи дети уже подросшие то есть видно что они там находятся под присмотром и в общем то есть там с мамой с папой короче забрали этого котенка и я очень рада что его забрали во первых я конечно очень рада что мне не приходится за ним следить что следить чтоб кошки там не подрались и видишь от котик нигде не насрал не нассал потому что он я говорю там он то лоток ходит то в углу где-то может наделать и вот постоянно это подтирать убирать куча стирки у меня еще машинки нет и приходится вручную все это стирать меня это конечно так вымотало за неделю что у меня даже ну проблемы на работе начались именно из-за того что я как-то ну не могу собраться с мыслями и я рада что котик уехал и рада что уехал все-таки на дачу потому что если держать кота в квартире то его надо ну кастрировать потому что не кастрированный код в квартире он будет рваться на волю драть орать там может убежать там может в окно выпрыгнуть то он будет конечно там тем более у нас ну сельская же местность то есть там кошки бегают под окном орут он будет это все слышать он тоже будет рваться на улицу то есть если его не выпускать то это очень жестоко кот будет слышать котов других будет хотеть гулять а его не выпускают это жестоко очень по отношению к коту а если его выпускать то как бы он во первых может где-то потеряться там подраться чем-то зародиться собаки опять же могут на него напасть то есть это тоже как бы опасно если у вас вы держите животных квартире особенно если там ну ладно если первый этаж вот я видела у некоторых ну вот там у соседей у кого там кошки живут и вот я видел на первом этаже у них прям специальная такая маленькая форточка есть именно для кота и они через эту форточку выпускают кота гулять а потом если чуть что там какая-то опасность он может очень быстро прибежать обратно потому что у него эта форточка для него маленькая такая открытая именно чтоб кот туда мог пролезть вот но это только если у вас первый этаж и если есть вот так окна расположены что можно выпустить животное если этаж там высокий то это уже как раз опасно и я когда ухожу мне все время приходится окна или закрывать или ставить какие-то ограничители то есть я не могу открыть окна настежь и уйти на работу потому что я один раз игру окно открыла ненадолго чтобы проветрить просто на кухне кошка уже убежала короче выпрыгнула в окно и там и хорошо что они чуть-чуть не сломала и я ее быстро там нашла короче под окнами потому что там балконы на первом этаже и вот между балконом и землей как раз такая ниша образуется где кошки сидят иногда я там ее нашла ну это повезло что они расшиблись а так мне приходится все время или вот оставлять вот такую сетку про очень прочную от комаров но они ее уже за два года и задрали всю что туда уже пролезают самые жирные комары короче или просто вот ну не оставлять окна закрывать все время и это возникает наши сложности с проветриванием то есть если игру учитывайте там если заводите животных кошек там даже собак собаки тоже могут прыгнуть что нужно именно окна как-то ставить заглушки закрывать что нельзя их надолго одних оставлять что их надо или кастрировать стерилизовать или нужно им позволять гулять а посвали гулять это будут блохи и всякие болезни там они будут метить но кошки особенно все остальное все там мебель все все короче вещи так что гуманя наверное если вас квартире кот содержится или кошка то гуманя короче кастрировать как бы это жутко не звучало ну особенно вот котенка берете Если вы не собираетесь его разводить Если он не породистый, без документов То лучше кастрировать Но если у вас частный дом Типа деревня То тут можно не кастрировать Потому что тут проблем нет Форточку открыл Кот пошел гулять Конечно он может Но тут другие вопросы Если вы держите животное в сельской местности Оно у вас на свободном выгуле То нужно делать ему прививки от бешенства Потому что Очень часто бешенство в природе Переносят мыши, крысы, ежи И животное может заразиться Как кошка, так и собака Они очень рискуют Причем кошки рискуют больше Потому что они же охотники Птицы тоже Все теплокровные животные Являются переносчиками бешенства И если у вас Котика хотите выгуливать В свободном полете Лучше ему обязательно Перед тем как собираетесь на дачу Делать прививки от бешенства Потому что это очень может быть опасно Заболевание очень страшное Сто процентно смертельное То есть лекарства от него нет Если человек или животное заболеет Это буквально в течение двух недель Это сто процентная гибель А кошки могут являться Переносчиками бешенства Довольно долго Оно может у них происходить Быть в скрытой форме Поэтому я даже первое время Когда взяла этого котенка Я видела у него глаза косые А это тоже может быть Одним из признаков И я очень боялась Но я видела что у него не только глаза косые Но у него еще и они гноятся Но при этом он хорошо очень кушал Пил водичку Потому что бешеное животное Я слышала что они боятся воды А этот нет Он пил водичку Играл То есть очень активно он играл Особенно последнее время Он играл с котом С пакетом Я потом выложу это еще в видео Как котик игрался И я так думаю что он здоров Просто действительно у него Наверное Ну конъективит То есть глазки на это Вот в общем я рада Что котик обрел Любящих хозяев Что это взрослые Ответственные люди И что его Ну как мне сказали Увезут на дачу То есть он может Иметь возможность Спокойно гулять по улице И я надеюсь что У него потом будут Свои котята И у нас появится В Сергиево-Пасадском районе Будет много Голубоглазых кошек и котов Это конечно было бы прикольно Вот А с вами была Марина Морвых Спасибо всем кто меня слушал Вот Так что такое вот Воскресенье на даче В общем так вот я рассказываю Как сложилась судьба котенка Вот Всем спасибо Всем счастливо Пока-пока Не обижайте животных Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому